Доброго времени и суток, обитатели Кубического Чизоа! Я рад приветствовать вас на нашем канале и хочу поздравить вас с наступлением лета, которое обещает быть очень жарким, если вы понимаете о чем я. Для того, чтобы вы уже начали чувствовать эту жару, начали прогреваться, так сказать, мы объявляем о начале первого акта, новые горизонты, и вводим в игру новый сезон под названием Корпорация Зевказ, с кучей новых обликов, уникальными сезонными наградами, а также новым вооружением. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что у нас теперь есть новый крутой батл пасс, с не менее крутыми наградами внутри. Главной же наградой этого батл пасса стал новый китайский автомат, QBZ191 Буревестник. Ну, главное она пока что. Самое сладенькое ждет нас по аналогии с прошлым батл пассом на тысячном левеле, который явно должен открыться чуть позже. Но не одним же китайским буревестником едины. Питерские панки устроили аукцион невиданной щедрости в своем батл пассе. В честь грядущего дня рождения Сталкрафта, они увеличили количество передаваемых и персональных запасных деталей и инструментов, как в сезонных наградах, так и в наградах сезонного пропуска. Помимо QBZ191, в батл пассе имеется несколько интересных предметов. А именно, нательный скин Корпорат, новая электрическая дубинка, схрон Зевкаса, револьвер MP412, бронекостюм Армай, новый аук А3 9мм XS, и все это в стилистике Корпорации Зевкас. Ну, а чтобы вам было легче заполучить все награды, был добавлен бонус исследователя, который служит дополнительным источником сезонных очков. Механика проста. Несколько раз в день, достигнув определенного количества сезонных очков за внутриигровые активности, вы получите бонусные сезонные очки. Добываются они, кстати говоря, как и раньше, с активности в открытом мире, выполнении ежедневок, еженеделек и прохождении испытаний. Также 1 июня нас ждет уникальный подарочек от нарративного отдела. Новый квест с интересными наградами и ограниченным сроком действия. Спойлерить я вам его, конечно же, не буду, лишь посоветую успеть его пройти. Для любителей Бурмалды, ну просто праздник какой-то. Мало того, что в игру добавлен новый сезонный ящик, под кодовым названием «Тактический запас», в котором ключевыми наградами стали чертежи на Zivkas, Macmillan и MG42, так еще и вернули кейсы. Только теперь они покупаются у сезонного торговца, стоят по 12 тысяч сезонной валюты, а именно кредитов. Содержат в себе такие любимые и, что самое важное, передаваемые вещицы, как Эльбрусы, КСМы, ВСК и прочий донатный шмот. А базовый кейс корпорации Zivkas стоит и вовсе смешных денег – 2500 кредитов. Копейки. Совершенные копейки. Наполнение кейсов будет частично меняться с каждым новым сезоном, так что, если что-то приглянулось, не упусти свой шанс. Во внутриигровой магазин были завезены новые сезонные облики и комплекты сезонного пропуска. В новом тематическом кейсе с гарантированными наградами были представлены уникальные облики для снаряжения. Бронескелет Центурион, Кукри, АК-15 и РШ-12. А также от корпорации Zivkas в магазин поступило три новых облика для бронекостюма Скат-10, тактической катаны и ФН-2000 Тактикал. Можете быть уверены, в то время, как вы смотрите этот видос, я уже купил облик на тактическую катану, потому что выглядит она просто мать его прекрасно. У Коммерса, кстати, это вот этот вот чувачок, для тех, кто не знал, тоже обновился ассортимент. И знаете, судя по всему, Эксбо заставит меня потратить кровью и потом добытые талоны, которые я коплю на штурму. Ведь они добавили новый контейнер с уникальными характеристиками за 1500 талонов. И очень красивый кортик Zivkas, также за 1500. Ну и конечно же, если тебе не выпала какая-нибудь часть на Zivku, Макмиллан или MG-42, до конца лета ты сможешь купить её у этого ушлого барыги. Так и хочется взять летний отпуск и пойти выфармливать всё это добро. Но жаркий июль не за горами, ребятки. Ой, не за горами.